Путин готов к компромиссам. І тоді нам треба бути готовими, що через 3-4 роки ми визобновимо спеціальну воєнну операцію. Домовлятися не можна вірити. У цьому речі нікома буде доречною будь-де. Бо з Росією не можна ні домовлятися, не можна їй і вірити. Зараз про все по порядку. Скандальний американський журналіст Такер Карсон, який нещодавно взяв інтерв'ю кремлівського диктатора, раптом заявив, що Путін готовий піти на серйозний компроміс щодо України. На який саме компроміс він, звісно, не уточнив, але сказав, що спілкувався з президентом РФ не під запис після інтерв'ю і побачив в ньому відкритість до переговорів. Возвращаясь к інтерв'ю, действительно взорвавшому інформаційному пространству, автошоки такие сейчас в Дубаі происходят, куда Такер улетел, і він там вот некі такі закулисні тайны выдаєт, например, о тому, що Путін, по його мненію, готов к компромісу. Давайте послушаю. Путін хоче выйти з цієї війни, але він не буде більше відкриток переговорів, чим дільше це все продовжується. За два роки війни ми поняли, що можливості російської проміщені намного краще, ніж ми думали. Росія, яку ми считали бензоколонкою з ядерними ракетами, легко справляється з задачою производства ракет і артилерійських снарядів, чого не скажеш о НАТО. Про які такі переговори та компроміси говорить Карлсон? Та про ті, яких так жідає Путін. Але бункерний дід жідає саме переговорів і точно не компромісів. Переговори. Все ждут, все надіються. Хтось їх дуже боїться. Ми за переговори, ми за діалог, ми за мирне, політичне решіння цього кризісу. Давайте договарються і давайте садитися за стол переговорів. Росія, як і до спецоперції, також і зараз, говорить открытим текстом Западу, не говоря вже про Київ, що Росія хоче переговорів. Росія хоче переговорів по стратегістій стабільності, Росія хоче переговорів по выходу із українського кризісу. Росії ці переговори потрібні. Ключова теза, яка проходила через усе інтерв'ю, був фактичний заклик Путіна до Заходу почати домовлятися з Росією. Ще раз, з Заходу домовлятися з Росією, а не Росії з Україною, на яку вона напала. Ми ж не відмовлялися від переговорів. Ми ж не відмовлялися. Це западна сторона, а Україна, безусловно, сателліт Союзівських Штатів сьогодні. Але це вже очевидно. Це потрібно Союзному Штату? Зачем? За тисячі кілометрів національній території. У вас нечем займатися? У вас проблеми на границі полно, проблеми с миграцією, проблеми с государственним долгом, с лишним трлн долларов. Нечем займатися? Нужно воєвати на Україні. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже, понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия буде бороться за свои интересы до конца. И понимая это, начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее. Тобто, за словами цього хворого, саме Вашингтон повинен ухвалити рішення, чтобы Украина повернулася до перемовин. Але и для их начатка в него есть две умови. Первое – збережение за Россией окупованих территорий Украины. И второе – чтобы Захид полностью прекратил допомогу нашей стране. И другие на Западе говорят, что нужно готовиться к длительной войне с Россией, к десятилетней. И вот получается, с одной стороны, вот позиция Запада – 10 лет войны. А вот вернемся к тому, что говорил президент Путин в интервью. Он сказал, что война может закончиться за две недели. Достаточно просто прекратить поставку вооружений. И теперь вот эти сотни миллионов американцев, у них на чаши весов. Либо с одной стороны, вот эти вот старые мракобесы, и еще 10 лет войны. Либо нужно избрать кого-то, кто сможет встретиться с Путином, это все завершить за две недели. А выборы у них осенью. И в Евросовете выборы, в Европе тоже во многих странах, и в Евросовете тоже выборы осенью. Я надеюсь, они будут за этим задумываться. А как же весь мир в труху и Киев за три дня, и подобная маячня, яка лунала ранее с вуз цих російських пропагандистов? Очевидно, что сейчас Москва изменила свою риторику. Теперь там ждут на добру волю Заходу, або он наказал Киеву все же вернуться до перемовин. Насправді, это черговый фарс от россиян. Они не готовы до компромиссов и хотят змусить Украину отмотиться от своих территорий. А это не переговорная позиция. Это ультиматум. Настоящие переговоры, когда они рано или поздно начнутся, будут идти с учетом ситуации на фронте. Но готовы ли вы вести переговоры на основе того, что вы потенциально отмените аннексию, которую мы обсуждали и которую мировое сообщество рассматривает как незаконную? Из этих четырех регионов, которые являются украинской суверенной территорией, которую вы аннексировали, готовы ли вы обсуждать обратный ход? Думаю, переговоров на эту тему быть не может. Они уже стали частью Российской Федерации. Дело сделано. И мы не готовы это обсуждать. Россия может пойти на уступки. Не территориальные уступки. Не территориальные. Нет. Вот, так сказать, классное всегда изображение вот этой карты и четырех областей, которые присоединены к России. За этими четырьмя областями идут еще следующие четыре. Харьковская, Криворожская, Одесская и Николаевская. Ну, значит, вот мы сейчас настаиваем, можно сказать, там, или принуждаем, или так далее, заявляем о переговорах. Если этих переговоров не будет, то это дуга к этим четырем областям присоединится, еще четыре области. Дальше опять будем ждать. Если у нас для этого есть силы. Думаю, что, так сказать, у нас есть для этого время. У нас есть для этого время. И это вопрос времени, а не сил в нашем случае. Но очевидно, что разница армии и армии. То есть мы это быстрее добьемся, чем вода закипит в кастрюле у перца. Вот смотрите, сейчас четыре, давайте договариваться. Вообще, в целом, что может способствовать более трезвому пониманию Запада того, что переговоры с Россией необходимы? Это потеря Украины, Одесской, Николаевской областей. Лишение ее выхода к морю. Это и есть основная мета Путіна. Россия будет продолжать свою войну против Украины доти, доки будет физично на это спроможна. Москва не готова и не прагне компромиссов. Это подтвердил и пелька Путіна Писков, заявивши, что мирные переговоры возможны лишь за условия визнания новой реальности. Но каждый раз он будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте, но она это не сделала. Точнее, она это сделала и потом по требованию англосаксов, как мы говорим, они отказались от результатов переговоров. Сейчас, если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность и эту другую реальность, как бы киевскому режиму не было больно, придется признавать. Тоже, бачите, цей серьезный компромисс, про который каже Карлсон, это не просто включение в Конституцию РФ Криму и четырех украинских областей, а и на полагание на отмыве от них с боку Киева. Авдіївку, нагадаю, росіяни штурмуют уже 10 лет. Столько, до речи, греки тримали в облозе трою. Тому вкид Карлсона про готовность Путіна до серьезного компромиссу є черговым конем, с яким можно забрати целый московский троянский табун. Военные победы невозможно, невозможно, потому что еще раз хотелось бы напомнить, что много раз говорил, в том числе и, насколько я помню, представителями наших абонентов, что идет сейчас противостояние России и Соединенных Штатов, поэтому никакой победы между противостоянием России и Соединенных Штатов военной быть не может, соответственно, должны быть переговоры. Я просто напомню, что мы с вами таким образом пользуясь вашими тезисами отказываемся от нашей же первоначальной задачи и логики, что оставь хоть часть нацистской Украины, а разрастется как раковая опухоль, именно поэтому сами мы себе объясняли долгие месяцы, надо идти до конца. Конец мы видели где-то в районе Польши, сейчас осознали, что до Польши точно не дойдем, и в целом ту часть Украины, которая согласно российской конституции, не является Российской Федерацией, наверное, нет никакого смысла, ну и во всяком случае сил у нас прямо сейчас нет, освободить. Поэтому, наверное, так часто и звучат предложения сесть за стол переговоров. Насправді ж, Российская Федерация маніпулюет темой перемовин, чтобы зупинить так званное визволение Украины и выиграть час для того, аби зібрати силы и ресурсы для нового, более успешного вторгнення. Пропагандисты цього і не приховують. Міра не буде. Це може бути тільки переміриє, і тоді нам треба бути готовими, що через 3-4 роки ми розобновимо спеціальну военну операцію, але може бути більш тяжелими, чим зараз. Це, звісно, не мир. Це переміриє на 20 років, можливо, менше. Ми від переговорів, як такових, президент це підчеркивав, ніколи не відказувалися. Тому давайте спокійно, без емоцій, розберем цейс. Мирні переговори. О чому вони можуть бути? Могут ли вони бути о заключенні полноценного мира? Думаю, нет. Потому що минимальні услови, підчеркиваю, минимальні, на які може согласиться Россія, це безусловне признання всіма країни территоріальні целостності Російської Федерції, территоріальні реалиї, як говорить президент, учитываючих нашу Конституцію, т.е. новіх суб'єктів Федерції. Це нейтральний статус України, і це отміна санкціонного режиму. Какі теоретичні можуть бути плюси? Ми даємо армії віддохнути, проводимо ротацию. Ми довооружаємо армию, поскольку наша оборонна промышлість работает все більше і більше інтенсивно. А якщо перемирие, що вряд ли, да спокійно дотянет до президентських выборов Соединенних Штатах Америки, там може произойти смена администрації, нова администрація може займати більше реалістичну позицію, і тоді стануть возможні реальні мирні переговори. Тепер давайте посмотрим минуси, які для нас будуть возникати. Довооружати будем не тільки ми, довооружати, причем дуже інтенсивно, в цей период времени будуть Україна. Це безусловно так. Це перемири може зорвати в любу минуту, тому що Зеленський не в полной мере контролірує зорвання сила. Любой командир полевой запустил, нанес артиллерийський удар, чи запустил дроны по нашій территорії. Що ми будем делать в цьому случае? Делати заявлення МИД, говорить, хватит топтаться по нашим красным линиям, требувати созыва Совета Безопасности ООН, нет, у нас не останется нічого другого, кроме отвечати огнем на огонь. Все, перемири на этом закончилось. Это может в этом случае произойти в любую минуту. Более того, в этом случае мы понимаем, что инициатива возобновления боевых действий будет удобной более для них, чем для нас в момент. Ну и наконец мы понимаем, что одной из главных стратегий Украины на сегодняшний день является стратегия террора на территории Российской Федерации. Будет ли в случае перемирия этот террор прекращен? Сильно в этом сомневаюсь. Та попри все, цивілізованный світ пока не ведется на умовляння Кремля сделать паузу. И это добре. Газета The New York Times с посиланием на чиновников Байдена пише, что США не розглядают идею тиску на президента Украины с этого приводу. Бо, цитую, незважаючи на слова Путіна, мы не побачили жодных действий, что вказать на те, что он зацикавлений у припиненні цієї війни. А если кто-то хочет договориться, то наши вимоги просты и давно всем известны. Очевидно, что у Путіна та пропагандистов своя нереальна реальность. Та что бы вони не розповідали нам своє робити? Усю Україну потрібно звільнити. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось. Редактор субтитрувальниця